Опять я поменял направление спирали. Я сейчас хочу съездить на лебедку и отснять ролик про буксировку, про планеров и о том, что вообще буксироваться на планере не страшно. То есть некоторые думают, что ай, как же так же, на лебедку там, это что не тянет тросом, а трос дает такую жуткую нагрузку. Сейчас все сломается, мы все умрем. Нет, друзья, ничего такого не бывает, потому что, чтобы буксировать планер, нужно дать всего лишь 100% от взлетного веса планера. Дать нагрузку, вот этот планер взлетный со мной будет 200 кг, ну там 190, ну и, соответственно, дадут на меня 190 кг тяги. В этом случае угол, с которым я буду набирать высоту, будет 45 градусов. Сейчас я на лебедке все объясню, все покажу, будет все понятно. И расчетная, и перегрузка при этом будет, которая будет эквивалентно действовать на планере, будет 1,4. То есть ровно столько, сколько вы имеете в потоке при спирале в 45 градусах. Некоторые думают, что как же там же лебедки получили. Нет, 1,4. Вы крутите спираль с креном 45, и в этот момент идет такая же перегрузка, как при взлете на хорошей лебедке. А что такое хорошая лебедка, я вам сейчас расскажу. Буксировочных замков на этом планере два. Первый вот этот вот под старт амортизатора. В этом случае одевается сюда кольцо от амортизатора резиновое. И чпунь за это крепкий достаточно крючочек, это все выстреливает. А вот это кольцо под лебедку фирмы ТОСТ. Бенес решил сделать современный буксировочный замок, который отцепляется при обратном натяжении троса. То есть если вдруг пилот не отцепится, это все сработает, все это слетит и так далее. Почему важно иметь хороший буксировочный замок? Дело в том, что если планер вдруг не отцепится, то есть вот идет трос, идет взлет, идет, 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 идет. И вот планер на уже больших углах, тостовский замок при определенном угле просто отцепится. То есть он не позволит вертикально давать нагрузку. Произойдет самоотцеп при определенных углах. На многих планерах раньше стояли более, менее качественные замки. Допустим, планер С4, который сейчас часто производится в России. На нем стоит, извиняюсь, буксировочный говнозамок, который не отцепится белорусского производства. Он не способен самоотцепиться. Я категорически против таких замков. Ставьте фирменные замки. Например, тот же тост, он стоит недорого. 200-300 евро стоит замок, но он реально спасает жизнь. А были ли случаи гибели? Были. В Казани разбился планер, у которого не произошел ни отцеп, а на лебедке не сработала гильотина. Стальной трос. Ну, как эти гильотины? Так как, конечно, нужно смазывать, периодически рубить. У нас стоит синтетика. Есть нож, если что, можно все отрезать. Но и сейчас на большинстве лебедок гильотина. На электрической лебедке у нас сейчас тоже гильотина стоит. На гидравлических, которые я делал, под планера тоже стоят гильотины. Это важный элемент. Но, помимо гильотины, должен быть просто хороший, правильный замок. По поводу аэродинамики планера на буксировке. Все предельно просто. Чтобы правильно буксировать планер, нужно приложить 100% от взлетного веса планера. То есть, если планер весит, допустим, ну, как в данном случае будет весить 200 килограммов, нужно приложить 200 килограмм. В этом случае будет на планер действовать две силы. Сила тяжести. Ну, там, аэродинамическая сила, там, полная сила тяжести. И будет приложена еще сила тяги. Так вот, на взлетном режиме получаем два вектора. Сила тяги 100% от взлетного веса, вес и 45 градусов. Это результирующее. Соответственно, планер провернет вот так. И он будет лететь по траектории с награжем примерно 45 градусов. То есть, это нормальное состояние планера, который после начального этапа разгоняется. Потом пилот, когда набрал скорость, переводит в набор. Поехали. Удерживает кренов. Оторвался. Набираю 60. И держу 60. 70 км в час, 65. Тяга хорошая. Будь здоров. Оп, что-то щелкает. Ну, так хорошо меня тянут. Ого-го-го-го-го-го. Ого-го-го у меня просто бешеный. 300 метров. Оп. Все, 300 метров. Ну вот. Вот теперь я уже пилот. Ну, слушайте, вы оцените эту высоту. Вот меня выплюнула лебедка за очень непродолжительное время, конечно. Фантастические ощущения. С тангажем 45 градусов, планер идет вверх. Ощущения от этого, ноги выше головы, очень яркие. Ты чувствуешь, как ты там, я в небо на ракете. Но при этом ничего страшного не происходит. Нагрузка никакая не дикая. То есть в этом случае сколько действует на планер? Тяга, вес. Вот это результирующее, это 1,4 от силы тяжести. То есть всего лишь перегрузка, действующая на планер, 1,4. То же самое, что если планер в обычной спирали с креном 45 градусов стоит, на него тоже действует перегрузка 1,4. Это ответ всем тем, кто говорит, лебедка изнашивает планер. Вообще там это вообще кирдык. Знаете, что изнашивает планер? Гавна лебедка. Что такое гавна лебедка? Это когда на хорошую, ну какую-нибудь лебедку тяжеленную, с мощнейшим двигателем и так далее и тому подобное, для прочности вешают трос стальной 5 миллиметров. И вы представьте, сколько весит трос 5-миллиметровый на длине, допустим, километр. Я как-то в Лемендугере буксировался, это во Франции, там стоит лебедка с дом величиной. И они тянут, я говорю, слушайте, а у вас усилие как-то мерится? Они говорят, ну как мерится? Вот видишь, трос погибается вот по дуге. Вот мы так вот по дуге это мерим усилие. Примерно так должно быть. У меня вот реально волосы дыбом. Но они как тянут? Ну вот как-то так вот привыкли, научились тянут. Это абсолютно неправильно. То есть хорошая лебедка должна давать, она должна быть или маломощной, как в данном случае эта лебедка, 55 лошадиных сил. В стиль, чтобы этот поднять планер, мы, например, прикладываем 100% от взлетного веса, получаем 200 килограмм. Скорость, до которой эту штуку надо разогнать, там 60 килограмм, ну допустим, 72 километра в час, 20 метров в секунду, удобнее все считать. И по лавксу, труп учука. Улетел наконец-то самолет, который нам мешал снимать. Жужжал тут. Самый лучший вариант, когда лебедка может тянуть планер ровно с дозированным усилием. Это обычно гидравлика, потому что гидравлика способна дать вот сколько нужно, там килограмм, столько и дашь. Но гидравлические лебедки дороги, и их в мире не так много. Чаще всего лебедка, которая используется для планера, это там, не знаю, что-то, какой-то мощный двигатель, какая-нибудь коробка передач, и все это там разгоняется, тащит вот этим тяжелым стальным тросом. Здесь есть какая сложность. Если двигатель мощный, чтобы разогнать, дается какое-то приличное усилие, это усилие начинает разгонять и планер, и разгоняет еще и трос. Вот эти вот толстенные 5-мм трос стальной, которые весят, как мы уже знаем, килограмм 150. Вот это все разогналось, подведена какая-то мощность, а дальше планер переходит в набор. И вот в момент перехода набора скорость смотки троса уменьшается в 1,4 раза. Ну, помоделируйте это в голове, все поймете, порисуйте рисунки, тоже все поймете. Просто пока поверьте, в 1,4 раза трос должен оттормозиться за эти 2-3 секунды, за которые идет перевод. Всем, конечно, говорят, планер в набор переводите там за несколько секунд, потому что если это сделать резко, то, соответственно, и трос начинает резко оттормаживаться. А что так, что оттормаживается? Сорвавшие со 150 кг несущейся стали по полю, плюс подведенная мощность двигателя. И часто бывает, что вот в этот момент, если резко дернуть, может порваться трос. А обрыв троса на малой высоте для планера критично. Нужно резко перевести планер на пикирование, чтобы он не потерял скорость, как-то садиться перед собой. То есть много проблем. Поэтому часто бывает так, что на взлете просто дают поменьше тяги, поспокойнее там поднимают, и потом начинают уже поднимать. Но в этом случае что происходит? Финальная высота подъема меньше. А на гидравлике можно было бы по-другому, например, можно было бы приложить вот эти 100% взлетного веса. Пилот знает, что пилот работает просто по скорости и не использует тяжелый стальной трос. Он разогнался, потом видит скорость, достаточная для перевода в набор, дает ручку за те там 2-3 секунды, сколько положено. Если даже немножко разгонится, он потом эту высоту сбросит. То есть получается, при лебедке, работающей по усилию, идет четко, ты испытываешь те же ощущения, как и при обычном полете на планере. Ты следишь за скоростью. А на лебедке, которая механическая, это не так. Там вот эта сложная достаточно связь подведенной мощности. И, ну, смотрите, простейшая ситуация. Планер набирает высоту с вот этим углом, допустим, там 45 градусов, все хорошо, подведено там 100% взлетного веса, какой-то газ на этой лебедке, определенная мощность двигателя в определенном положении. Дальше планер вылетает в слой с сильным ветром. Такое часто бывает. Бывает там слой инверсии, и, допустим, на 300 метрах выше 300 дует сильный ветер. Трос начинает сматываться медленнее. Соответственно, усилие начинает на тросе расти, потому что мощность к лебедке подведена. Двигатель работает на определенных оборотах. Планер, равновесие вот это нарушится, он начнет увеличивать скорость. И пилот, который видит, что скорость начинает расти, пилот может подумать, что сейчас, когда я побольше наберу, ставит тангаж 60 градусов. И вот это уже очень опасно, потому что дальше любой косячок, то есть что-то опять поменялось, нагрузка еще увеличилась, просто порвется трос. А переместить планер с вот такого тангажа на нормальный режим полета, это все-таки нужно какое-то время. И если вот в это время пилот начинает вот просто вот обрыв, одна секунда прошла, скорость уже упала. Еще секунда прошла, скорость еще упала. Все, если вот это движение ручкой от себя нету, то это и есть... Оп, разгоняется пилот ни разу. Ух, тучка, ну, сразу. Вот это попер, смелый очень пилот. Жахнул так жахнул. Стрелка на упоре. Скорость 80 у меня. Надо, можно даже поменьше. Но знаете, как страшно с таким углом подниматься? Вот в этом основная сложность. Если трос рвется, надо резко нос вниз. Ну, так, хорошо. Высоко сейчас я. Так, а цепочка должна бы... Оп! Ну, и где там наша лебедка? Как обычно, кстати, реагирует пилот при... Если он начинает... Летит на нормальных углах тангажа там 45 градусов и в этот момент начинает расти скорость. Он в рацию говорит оператору лебедку давай меньше, 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 меньше тяги. Он тогда уменьшает тягу, ну, и происходит какое-то регулирование. Вот это все-таки... Или он просто забивает и, например, немножко быстрее поднимается вверх, соответственно, изнашивает конструкцию планера быстрее. Или там он решает сейчас-ка я побольше, и вот это добавляет угол, ставит его там, например, 60 градусов. То есть это все немножечко неправильно с точки зрения идеальной лебедки. Какой вариант есть, чтобы летать... Вот этот планер тянуть обычной лебедкой, на которой стальной трос, который весит 150 килограмм, вы понимаете, что это просто невозможно от слова совсем. Потому что вот действительно планер развалится. Поэтому для таких планиров делают, используют лебедки маломощные. Скорость 70. Держу 70. Да, танкаж такой, конечно. Мама дорогая. Уже привычно. Посчитаем, сколько нужно для того, чтобы этот планер разогнать до 72 километров в час, прикладывая вот это положенное усилие в 100% от взлетного веса. 200 килограмм. 72 километра в час это 20 метров в секунду. 20 метров в секунду на 200 килограмм и получаем 40 киловатт. То есть, чтобы разогнать планер до вот этой скорости, нужно приложить к нему 40 киловатт мощности. Сейчас там стоит лебедка, у которой 50 лошадиных сил двигатель. Ну и, как правило, всегда летает против небольшого ветра, поэтому это идеальный вариант. То есть, она в штиль действительно разгонит этот планер до нужной скорости. Дальше мы переводим планер в набор и на этой лебедке обязательно уменьшается мощность, потому что планер, который летит уже к лебедке, он не на 72 километрах в час к ней летит, трос матывается. А трос матывается уже там 15 метров в секунду. То есть, не 20 метров в секунду, как в начале. Разогнали, 72 километрах в набор в 1,4 раза медленнее. Можете посчитать, сколько это? Я быстро не считаю. Соответственно, оператор должен уменьшить мощность. Он изначально, скорее всего, не столько-столько не дает, но вот идея, что нужно уменьшить мощность, чтобы усилие не превысило вот эти вот пресловутые 100% от взлетного веса и не перегрузило конструкцию. И дальше начинается такой достаточно сложный цирк, опять же, даже на этой лебедке вариаторной, что маломощный, что сейчас ветерочек, я так оцениваю его в 5 метров в секунду и сейчас сегодня будет чувствоваться, когда, если, например, Бенос захочет меня втопить побольше, чтобы я набрал побольше, то есть я буду под тангажом 45 градусов. Нормальный набор здесь в этом случае 80 км в час, ну, 75, 70 мне нужно держать, 75, но меня будет разгонять больше. Мне тогда придется или просить его уменьшить тягу, или увеличить тангаж, чтобы скорость не росла. Достаточно сложные зависимости. Самый простой вариант убрать сложность от этой зависимости, это сделать лебедку, на которой будет давать просто ту тягу, которая положена, вот 100% от взлетного веса, нажал на кнопку и забыл. Это может электричка. То есть мы сейчас делали для парапланилистов лебедку, которая там, вот ты настроил, что она дает 60 кг, она будет 60 кг давать всегда. Мотается трос к лебедке, мотается он от зад, ядерный взрыв сбоку, в общем, все там, ветер кривой, косой, раком, боком, вниз и вверх. То есть на любые воздействия, то есть нисходящий поток, восходящий поток тоже работает. Планер врубается восходящий поток, его как бы тянет вверх. Соответственно, тоже меняется подведенная мощность. Тут для планера, кстати, самое страшное с вот этими механическими лебедками, влет в усиление ветра и восходящий поток. Если два фактора, там прям все тормозит, трос сильно. Поэтому, ну, есть способ. В современном мире можно сделать значительно безопасней способ буксировки. И сейчас, вот как раз мы над этим работаем, и я вам сейчас покажу, как буксироваться, как вообще работает вот эта вот лебедка механическая. Скажу важные моменты, которые, ну, важны для того, чтобы безопасно летать на этой лебедке. И первое, что вы должны запомнить, если у вас, например, параплан, то таскаться на лебедке, которая сделана под легкий планер, вот с этой мощностью 55 лошадиных сил, на вариатор на лебедке, вот никогда не делайте этого. Это вот просто реальное самоубийство. Нечаянно ручку даванете, газ крутанет, параплан этот вот так раком поставит, все порвется. Ну, вот так делать нельзя. То есть, если уж на параплане используются вариатор на лебедке, максимум, что мы используем, 24 сил хонду. Вот 24 силы хонду, и то там был оператор, который там, Андрей Алепов у нас работал тогда, оператор, он как Господь Бог ловил вот эти моменты, и он единственный, кто буксировал нормально, потому что, как только за ручку садился я, конструктор, с старта говорили, это что за мудак на лебедке? Это же директор. Да, думаешь, не знали, да. Но реально, я буксировал значительно хуже, потому что я не мог поймять это. Там глазом нужно смотреть на этот параплан, тангаж туда, все это ловить, это сложно. Это можно этому научиться, но это неправильно. И парапланы, например, у нас на лебедке механические, значились ровно в два раза больше. То есть мы, когда использовали лебедку потом гидравлику, у меня есть таблица, сколько служил параплан с Колли? 800 вылетов. Все, дальше он списывался. Сколько потом служил параплан с Колли? 1600 вылетов. Как так? Вот почему такая большая разница? Сейчас поясню. Если вы используете механическую лебедку, то как бы вы ни регулировали, когда вы тянете планер, параплан, уже неважно что, он проходит через вот эту турбулентность. То есть трос то медленнее сматывается, то больше, то больше, то меньше. То есть постоянно от этого при одинаковой подведенной мощности начинает плавать нагрузка на тросу. И трос получается, кстати, то сожмется, то разожмется. То есть постоянно вот эта есть пила нагрузки, то есть больше, меньше, больше, меньше. А изнашивает конструкцию не сама нагрузка, А изнашивает вот эта вот деформация под нагрузкой То есть больше, меньше, больше, меньше, больше, меньше Волокна перестроились в одно положение, в другое, в одно, в другое Растянулись, затянулись Это и есть износ То есть пила, нагрузки, под нагрузкой больше всего изнашивает материалы И трос на лебедке, все остальное Поэтому я просто перешел на гидравлику и забыл про все проблемы И сейчас мы перейдем на электричество Чем эта лебедка хороша? Тем, что в принципе, с учетом того, что легкий трос, дуга троса И у планера немножко все-таки другая аэродинамика В отличие от параплана Ну, скажем так, если параплан потянуть, то у него произойдет вот это вот То есть приложить больше нагрузку, его качнет Это, соответственно, затормозит всю систему Еще увеличит нагрузку То есть там есть какие-то еще дополнительные нюансы Что для параплана лебедку построить намного сложнее, чем для планера У планера все-таки есть некоторая инерция Ну, добавилась нагрузка, но его плюнет по этому тангажу вверх Он просто быстрее полетит, быстрее начнет набирать высоту Будет какая-то реакция пилота То есть для планера вся эта чекарда менее критична Ну, а вот сам Бенас говорит Друзья, если бы у меня была лебедка Там, поспаудил Миктука и помершал Нажнал на кнопку и забыл Вот это был бы огонь И будет, я такую сделаю Вот, сбылось Я, помните, осенью мечтал об этом Что я когда-нибудь полетаю на этом планере С электрической лебедки Обещал, что мы сделаем И мы сделали Вот разматывается трос Я поставил усилие на тросе 69 килограммов Зажужжал вентилятор Потому что контроллер вкачивает все в батарейку Соответственно, из-за этого греется Сейчас вот это вот большой генератор энергии Идет 1 киловатт в батарейку Волнуюсь я, первый раз в жизни я вот это вот Управляю вот с этой балалайкой Бенасом, который полетит на планере Что я могу сказать? Что мне очень страшно Второе, что я справлюсь Третье, что у Бенаса есть замок отцепки Он не дурак отцепится когда-нибудь Ну, поехала Все, отлично Где-то должен появиться он там О, все-таки она пошла Давай, дорогая, давай Летит она Красота О, появился, летит Ура Первый раз в жизни Первый раз в жизни летит планер На электрической лебедке 90 килограмм тяги 12 киловатт мощность подается Кирилл, посмотри на это Она тянет 12 киловатт Я не знаю, если что-то взорвется Пес с ним Но это происходит Бенас летит Все, Бенас оцепился Лебедка мотает парашютик Ю-ху Эгэгэгэгэгэй Это свершилось из первого раза Вот только теперь Остановится ли он Ой, мне всегда очень страшно Вот она начала потихонечку Парашютик подматывать Вообще Вот это да Она сработала Она затянула джогас Как я ее собирал Как и обещал И затянула Сейчас у нас гонщик Едет Поэтому Минус В общем заряжается Почти 4 киловатта Грузится в лебедку 48% батарейка То есть, грубо говоря Батарейку сейчас заряжаем Даже То есть, мы не расходуем ее Трос разматываем под нагрузкой Из-за этого Батарейка только больше и больше Вечный двигатель практически Лебедка работает Исключительно на телефоне Причем, так как Кирилл Проектировал на старом телефоне То она работает Исключительно только на старом телефоне Ну, сейчас эту программу поменяют Но пока Мы 3 дня назад летали на парапланах И на поле приходит девушка И мы первым делом спрашиваем ее А телефончик не дадите? Ну, так вот Отжали телефончик Ну, скажи это еще раз Заработала Заработала? Заработала Спасительница Серега Теперь ты не отпускай Ни девушку, ни телефон Кирилл Офигей Мы сейчас все-таки полетаем Есть шанс Управление тут В женских руках Первый раз Боимся тоже Ну, первая карта Регори Вот так Это все Комида Да Мы смотрим Юзер-френдли Я, конечно, себя еще никогда По телефону не запускал А сколько килограмм стоит? 90 О, поехала Потихонечку едет Сейчас начнет разгоняться Вот, ой Пошло Пошло Ох ты сьё Мама ты дорога Ой Я лечу Класс Всё отлично Друзья Это есть 80 километров в час Даёт Охренеть Больше скороподъемность На пределе Держу 70-80 Высота растёт Со страшной силой Угол вы можете оценить Посмотрите Какой угол тангажа 250 метров Скорость начинает расти Увеличиваю тангаж Скорость начинает падать Уменьшаю тангаж А даже лебёдка Электрически Она тягу точно-точно держит Вот это высота 300 метров Хорошо Очень хорошо Скорость нарастает Тангаж держу Видите, сейчас не могу Тянет нос вниз Буду отцепляться уже Сейчас должны по идее Тягу сбросить Дёргаю Оп Есть отцепка Ну и смотрим Как там Внизу парашютик Полетел Друзья Первая в мире Затяжка С электролебёдки На планере деревянном На парапланерной Электролебёдке Затянули планер Вот вы это наблюдаете Высота у меня сейчас Она поменьше стала Вот 350 Но было 400 Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй... просто какой-то праздник друзья потрясающе сейчас попробую себя на фоне заката снять ощущение от лайнера конечно кайфовые аэродромчик наш и вы помните да друзья что планер этот летает скольжение и так далее он может сбрасывать высоту поэтому ваша точный расчет на посадку пытаясь сделать точный расчет я очень волнуюсь так работают персоналы на это самое главное это узнать как каково быть оператором после 1 1 затяжки как вообще сразу нажимать на кнопки страшно потому что первый раз жени не допускал вытягивать а тут на парапланы а тут допустили но юзер френдли венос первый в литве вылетатель на электролебедке вот такого поколения нового робокоп чемпион он набрал 300 метров а я набрал 350 а я брал 400 ну потому что я знаю как на ней летать то есть мы постарались а кто хочет кальвадосу все все теперь фанат старинных планировку я сделаю лебедку будет огонь а пока просто для этот ролик для тех кто хочет попробовать сделать самому лебедку вот построить такой планер и летать если вы сделаете все достаточно грамотно вы на этом не убьетесь но просто вы должны не да не должны взять двигатель от вас там сколько там пересколько который будет раком кривой там втыкать какую-то передачу на этом летать тут нужен как раз идеальный вариант вариатор что вариатор позволяет сделать вариатор позволяет изначально достичь высокой скорости например разогнать этот планер до там 20 метров в секунду 72 километров час когда он уже уверенно оторвется и дальше по мере того как планер перейдет в набор вариатор перестроиться и уменьшить скорость смотки троса то есть вот это регулирование скорости смотки троса происходит автоматически и достаточно эластично в случае если вы будете работать двигателем на каком моторе вас там сколько-то там это будет это будет звездец это будет то есть там не из не эластичная совершенно кривая вот это подведение мощности и можно очень быстро накосячить то есть должна быть коробка передач грубо говоря но она должна быть все-таки не автомобильная вот это автоматический вариатор и скутер в данном случае по сути решать все проблемы тем более вы видели как на лебедке просто там колесо проточили приварили два блина вот и все лебедка это первое не гонитесь за мощностью 55 лошадиных сил для вот такого планировать к или 50 о более чем это макси скутера 600 кубиков в этом есть такой скутер есть это кондо там вариантов можно найти достаточно много мысль о том что вы сделаете лебедочку на скутер очки там посчитайте там вы знаете бывает многие там считают формулы какие-то еще чего-то что вот а вот я вот я думаю что мне хватит и и 20 лошадиных сил не хватит вот чтобы эту штуку затянуть вот этот планер с качеством 13 с моим весом там 90 килограмм нормально нужно 50 лошадиных сил потом эта мощность не не используется полная но в момент разгона в момент отрыва и именно вот это не использование полной мощности дает некоторую такую вот не знаю какую-то эластичность работы этой штуке то есть запас есть но он не очень большой но но он есть и он позволяет быстро это все разогнать то есть ну может быть 40 лошадиных сил хватило бы беноса была предыдущая версия solar 40 лошадиных сил но с трудом она конечно тянула этот планер это уже получается не полета издевательства уже не так интересно сидеть на этом планере нужно высунув руку в сторону как на такси он поехал сгоняется и полетел ну вот сто семь килограмм как вы слышали друзья сейчас нету ветра тяжело немножечко не хватает этой уже лебедочки надо ли больше кто-то подумает у так у меня он мотоцикл старый валяется там или еще что-нибудь там участка я из него слеплю не нужно больше не нужно больше это как раз шанс взять и что-то вот неправильно сделать и получить в итоге вместо красивых полетов катастрофу будут вопросы если у вас обращайтесь я конструирую лебедки ну чтоб не соврать уже с 99 года это сколько будет до 22 да да я же для планера я для планера сделал лебедку которая на самой маленькой в мире самая мощная в компактном формате то есть она бланик тянула скороподвижимостью 20 метров в секунду там стояла гидравлика вошли x-road дизель дойцы 3 260 лошадиных сил дизель она до сих пор есть она в старе состоит ей никто не пользуется почему-то м лебедка огонь на самом деле там на этой лебедке тянулась моя жена ну просто да понимаете что или я на лебедке который дает 850 килограмм тяги я тянул жену которая весит там 60 килограмм или 50 где так на пропланчике это и она нормально затянулась на этой лебедке в то что усилие можно регулировать было от 40 килограмм до 8 850 вот это плюс гидравлики то есть мне не страх то что если была бы обычная механическая чуть этим рычагом сдвинул бы я порвал бы параплан как тузи грелку а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, посмотрите, мой коллега Который тоже на колесе Вообще моноколеса это авиационный вид транспорта То есть мы перемещаемся по аэродрому быстро Решаем всякие вопросы Снимаем крутые видео Видите, как тут плавная картинка меняется Мне кажется, это отличная Кинематографическая находка Катания на моноколесе Совершенно верно Ладно, Баргальма Бомба Бомба Уже знакомы с Беносом Конструктором Лебедки Изготовителем планера И вот его чудо лебедка Друзья, все сразу же просили сильно О ней побольше рассказать Вот, смотрите Сразу понятно, как она сделана Еще что-то взлетает Ой Суета Курим травкам Герой, лайком карту Ищем лейсвуму Лейсвуму Тик нет лейджем Газас Газку И вот там Дауге 50 Пошел взлетать планер Сейчас будет заканчиваться затяжка Ну, парашют Ну, парашют Нормально его дотянули Ветерочек немножко боковой Газас Отцепка И все Сейчас модка троса Все ближе, ближе Я бы уже газ бросил Мне уже страшно Потихонечку сейчас его Очень хорошо Очень хорошо Третий раз Третий раз? Да Совсем неплохо Сколько нужно, чтобы научиться тягать на этой лебедке? Пять раз Ну, знаешь Учиться надо всю жизнь Это точно А где планер? Еще летает? Основа для нее Какой это был скутер? Это Honda Silverwink 600 кубиков 600 кубиков Да 50 лошадных сил Вот Как вы видите Сделано это на прекрасной рамке Это все переводится Катается Существует технология По которой это заезжает Вот сюда в автобус То есть Просто элементарно Вот сделано У него даже есть Лебедочка Для самого Только трос надо поменять Трос это плохо Да Для самой затяжки То есть Венос нажимает на кнопочку И спокойненько ее Затаскивает в автомобиль Это называется Нет друзей системы Нет друзей системы Ролики конечно У Беноса Отвратительные Сюда надо на подшипниках Ролики ставить Он сам это знает Я обещаю поменять Переделает Это я уже раскритиковал Барабан Мне его дико понравился По своей простоте То есть это МГ Сплав который варится И он наварен просто спокойно На обычное колесо На родное колесо этой Honda То есть Вот это решение Изящное Простой как валенок Если бы я вделал лебедку Я бы делал именно так С точки зрения укладки троса Как вы видите Здесь длинная штанга Жесткая И Есть такой принцип Что если Вот эта вот длина Плечо Вот это вот Достаточно большое То трос Способен самоукладываться Что как вы видите Он и делает Ну сейчас немножко на одну сторону Кладет Ну вот такого качества укладки В принципе Достаточно Понятно что это нужно Подрегулировать Например переместив То есть Вот эту роликовую группу Обычно я делаю Управляемую Но тут тоже вижу что можно двигать И вот ты ее сдвигаешь в сторону Тем самым регулируешь Угол намотки троса Что тут еще есть? Глушитель Это все Почти все родное Все да то есть вы видите Приборная панель Я что делал Сделал только вот Руль Отсюда Переместил сюда И приборную панель Отставил Потому что Очень удобно Диаметр барабана Совпадает Почти совпадает Со скоростью планера Там Ну Минус 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 Двадцать И Очень удобно Смотреть Как видите барабан друзья Не идеален Но Это вообще ни на что не влияет Ну чуть-чуть он кривенький Бьет чуть-чуть Но Совершенно не страшно Толщина вот этой вот листа Я насколько понимаю Восемь Десять миллиметров или восемь Мне кажется десятка Десятка Вот его достаточно Уже помедленнее Помедленнее Оп Все Раз Вымотился весь трос Вы видите в данном случае Низ барабана То есть это нормальное Боевое колесо от Хонды нашего Сильвервинг И И вы можете такое сделать Вам нужно просто купить Лист Вот этой Заказать резку И все И вы получаете барабан Потом там где диски варят Отдаете вам Проваривают Аккуратненько приваривают Все И все Вот ваша лебедка Остается только Сделать вот эту рамку Управление И полетели И полный гей Прям И красиво покрасить И красиво покрасить Да Этой лебедке уже не судьба Она уже приехала в аэродром Мне нравится Вот только с бородами Пока не С бородой я тебе рассказал Как можно сделать Да Началась размотка И сейчас очень внимательно Бена смотрит за тем Чтобы не было беды То бишь бороды Видите трос укладывается чуть-чуть В одну сторону Бывает Ветерочек боковой Между роликами Небольшая щелка Я на многих лебедках Боролся У меня там целая хитрая конструкция была Чтобы щель между роликами была Как можно меньше Ну Приходит с опытом В целом Можно сделать на самом деле Чуть длиннее штангу Еще И будет качество укладки Еще лучше немножко Как я говорил вчера Один из способов Решения проблемы Это создание Вот какой-то резиночки Вот такой Типа Моего ботинка сейчас Который будет Немножечко постоянно тереться Об барабан И создавать усилие Торможения Барабан будет в этом случае Некрасивый Но это решит все проблемы Это самый примитивный процесс У нас есть кола Олега Кушлевича И там Они на смотчике используют Топор для торможения И говорят что расход Пару топорища в год И смеются над нами Когда мы там делаем Сложные гидравлические системы Там стоимость под пять тысяч евро Говорят зачем Три топора в год и все Игорь Тебе летать Да Уже лететь мне да 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 Ой А когда я буду буксировать Потом Потом все Я погнал летать Сперва полетаю потом Вон на меня Я на него Вон на меня Я на него Перелет небольшой Чуточку перелетел Капельку Совсем небольшую И сейчас моя очередь Друзья Лететь Представляете Ну что погнали Как на ракете Эй гей 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 Я лечу Скорость растет 70 ставлю И на 70 км в час Очень мягенько фигачу вверх Прям Очень мне нравится как летит он Поднимаемся Высота 100 Скорость растет Немножечко увеличиваю тангаж 150 Скорость растет Чуть опять тангаж увеличил 75 держу сейчас Ощущай Ощутимо Ощутимо Ощущается ветерок 200 км 200 метров 220 Скорость растет Уже 80 Вот как раз Мощность Подвесимая одна А Ветер сильный Ну и сейчас начинает Начинает тяга уменьшаться Уменьшаться Я чувствую все Отцепляюсь Так Ну что левым кругом Оп Мастер Еще медленнее Страшно конечно Без парашюта Сваливание делать А он нос опускает друзья Ну а динамическое сваливание Задираю его Сильнее падает Скорость капONA Парашют Об Задираю Ну вот Нагло У Av Ну О Это уже было Он меня уже наказал Сказал чувак Не наглей Задираю Ну вот Нагло Об Ну Это уже было Он меня уже заказал Бузерок Не наглей Классно, но по центроплану происходит срыв потока Никакой тенденции к закручиванию Самая конструктивная особенность планера У него крутка, присутствует динамическая Минус 3 градуса на консоли Поэтому никаких проблем Ну кайф 60 км в час Мне мой коллега посоветовал попробовать попарить Говорит, что настолько классно дует ветер Что работает край холма Возможно Я уже привык, то есть вы видите, что восторг у меня есть Но уже не такой яркий, что прям аж АГГ То есть я радуюсь, но из меня уже эта радость не лезет Плюс я еще был сосредоточен Я же взлетал на малых скоростях на учебном планере Классно, реагирует абсолютно прогрессивно Прекрасно Я думаю, что невозможно на нем ничего такого сделать Ну понятно, что если вы нагло задерете угол прямо у земли Можно, конечно, бам-бам-бам и немножко что-нибудь сломать Но вы же не будете ручку трать, как я Находясь там в 30 метрах от планеты А так он просто спаршютирует Сейчас вот я на 65 км в час летаю Он как на параплане Оп Поэнергичный разворотик Да, действительно, кромочка леса держит Я представляю, как на этом планере классно летать На этом самом На склончике было бы Какого-нибудь Какой-нибудь небольшой горочке Ну посмотрим, приземлюсь ли я прямо в ворота Я, конечно, пытаюсь Ну, вроде как попадаю Небольшой Ой-ой-ой Передрал ручку Небольшой перелетик Надо было все-таки чуть точнее Вчера я приземлился прямо в ворота Сейчас позор На 50 метров перекатился Давайте пока поговорим об управлении То есть управление газ Вот он у вас газ Чтобы поднять планер на взлете Вам нужно Все понятно, что включить Дать газ так, чтобы разогнать планер до Вот у вас спидометр стоит До скорости там 60-70 км в час Это требует некоторого опыта То есть вот сколько дать газу Конечно, мне покажет Бенос Потому что там в тапку в пол Вот давайте я газ покручу Хотя бы пойму, насколько он Может я неправильно как мотоциклист беру Я не помню Как правильно брать Меня сейчас засмеют Ну вот примерный ход управления То есть я дам потихонечку Выберу слабину Потом сколько-то дам Посмотрю за динамикой Может быть дам больше Может быть меньше Но смысл в том, что потом После того, как планер разгонится И перейдет в набор Я, конечно, вот ручку в пол давать не буду Потому что к чему это проведет К тому, что вот эта штука Которая дает 50 лошадиных сил А это где-то 35 кВт Она все эти кВт Вполне может превратить в усилие на тросе И если наверху дует сильный ветер Бенос, какую скорость ты обычно поддерживаешь? Так нормально Я, если без ветра Тяжелый пилот Ну там мне спидометр показывает Там 50-60 км в час Ну вот вчера легкий пилот 59 кг Он поднимался в высоту 450 метров И мне этот спидометр На конце буксировки Показывал меньше 20 км в час Скорость смотки троса падает не только из-за ветра А за счет того, что планер идет по дуге К лебедке Вот идет, 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 идет И угол прихода троса меняется Соответственно Когда планер будет проходить, допустим, вертикально над лебедкой Вы же поняли, что трос не может сматываться вниз Со скоростью там 60 км в час Нет, то есть понятно, что планер раньше отцепится Но вот эта вот формула зависимости Смотки троса от положения планера На вот этой дуге набора Она достаточно сложная И вам надо поменять Понимать, что по скорости Тянуть будет невозможно Скорость вам помогает на начальном этапе Что вы разгоняете планер Дальше он переходит в набор Ну и дальше вот Она является дополнительным таким источником информации Основной источник это Вы смотрите на планер, как он летит То есть пилот на планере поддерживает скорость Если скорости ему не хватает Он уменьшает тангаж То есть оператор понимает, что тангаж маленький Надо добавить тяги То есть вот эта вот сложная взаимосвязь Она реализуется просто в неком опыте То есть Венос опытный Прогревается двигатель нашей Хонды Видите, как тихо все работает Вообще, конечно, прям замечательно Вот она, пресловутый вариатор Который, ну здесь получается ведущий шкив Вот здесь ведомый шкив Здесь ремень внутри Который перестраивается Постоянно меняет редукцию То есть меняет при высокой скорости Соответственно у нас там один к одному может быть передача А когда, допустим, низкая скорость Ну должна большая мощность То на малом шкиве ремень опускается На большом поднимается И получается там один к четырем может быть, например Вот это очень удобная штука Крубо говоря, вариатор это та же автоматическая коробка передач Только беступенчатая Она ранкова, ты меня с дробушкой Герой Герой, ну давай Ну давай, додам подручь Выбираем подвину Выборочный динаю Пожелаем Даем больше Герой лайком Лайком Отрыв Добавляем газ Мота 40 Контакт нормальный Герой класс Всегда смотрим в планер Да, всегда смотрим на планер Отвлекаться Боковым зрением иногда можем посмотреть Сейчас 30 км в час скорость смотки троса Угол подъема нормальный Выглядит это все прекрасно Хорошо Понемножку убираем Ага, да, потому что угол растет Ага, понял Очень плавно, очень плавно Ага Видно, что ветер сильный 20 км в час скорость смотки уже Лайнер уже там как параплан На одном месте летит И сейчас, наверное, будет сброс тяги Да, сброс, все, отцепка Оп Мастер Мне тоже сегодня сказали Что, Волков, ты куда не приедешь Светится хорошая погода Улыбки, настроение Так и потому что канал у нас позитивный Мечта летать И мы будем все делать для того, чтобы радоваться жизни И радовать вас До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта Видите, я аж сиплю от восторга, голос сорвал Спасибо Егэгей До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok